Привет, друзья! Как удивительно, много раз надо повторять одно и то же, потому что много людей... Ну, короче говоря, никто раньше не знал, что если в момент острых переживаний начать делать повторяемые колебательные движения в удобном для себя ритме и виде, то эти колебательные действия по переменному напряжению и расслаблению синхронно с текущим напряжением снимают напряжение, и через несколько минут наступает успокоение. Становится гораздо легче. Этот приём и называется у нас волна. И мама также покачивает ребёнка, и он расслабляется. А когда человек взрослый делает волну, он сам себя покачивает. При этом могут политься слёзы, или начаться зевание, а это нужно делать. И зевать надо, если хочется зевать, и плакать надо, если хочется плакать, а может захочется и рыдать, и стонать, и это нужно делать. Этот организм восстанавливает утраченную гармонию, потому что, может быть, человек находился долго в напряжении, или пережил острое напряжение. Например, не высыпался, или сдавал экзамены, или был в чрезвычайных ситуациях, когда каждую секунду ждёт каких-то неожиданных неприятностей. Их может быть самое большое разнообразие, этих неприятностей, вплоть до взрывов, вплоть до падений, вплоть до обрушений домов и так далее. А может быть, это землетрясение. А может быть, он просто испытывал несчастную любовь. Я говорю просто испытывал, потому что это многим знакомо. Но это непросто. Это очень тяжёлое состояние, несчастная любовь. И вообще любое горе – то же самое. Любое несчастье. И если вы находитесь в ощущениях переживания, когда вам очень тяжело, и сердце готово разорваться, такое тревожное расстройство иногда бывает, такое паническое состояние иногда бывает, в общем, негативное состояние, дискомфортное состояние. И люди как-то с этим инстинктивно справляются. Вот дети, например, очень часто сами снимают у себя напряжение. Они, например, когда напряжены, и плечом дёргают, и рукой дёргают, и стоя, например, качаются туда-сюда, влево-вправо, влево-вправо, или ногой качают, или пальцами стучат, или что-то ещё делают. Вот самое сложное человеку при выполнении этого простого приёма понять, что при этом колебании нужно переживать, о чём переживается, пустив мысли на самотёк, и не ждать изменений, а искать, как делать эти повторяемые колебания наиболее приятным для себя образом. Об этом надо думать в этот момент. И если в этот момент переживания отсутствуют, а вы просто напряжены и не знаете, как быть, то эти колебания, они тоже снижают напряжение. Ещё раз повторюсь, поэтому мамы тоже ребёнка качают инстинктивно, потому что это заложено в природе. А когда вы делаете инстинктивные действия осознанно в виде упражнения, в данном случае упражнения волна, то у вас тоже снимается напряжение, но при этом появляется у вас навык потом снимать напряжение в любых обстоятельствах и в любое время, уже без помощи приёма. Вот что я хотел сказать. Такие простые вещи просто раньше людям в голову не приходили. Поэтому они пили таблетки, пили вино, пытались как-то по-другому успокоиться. А это, оказывается, очень легко. И вот когда я об этом рассказываю, я же опираюсь на опыт моих многих лет выведения из острого стресса и после терактов пострадавших, и детей и взрослых, которые вообще не слышали психологов. Представьте себе у человека психологически вот такое шоковое состояние. Когда не то, что слышит психолога, он вообще ничего не слышит, у него взрыв перед глазами, как только он закрывает глаза или ещё чего-то такое. Очень много таких случаев было. У меня в Каспийске после взрыва дома пограничников, там один парень, он весь был в бинтах, а у него только пытается расслабиться, закрывает глаза, у него взрыв перед глазами. Ну как он может расслабиться? Ну никак не получается. И медикаменты ему кололи и так далее. Мы его быстро научили снимать напряжение. Он с помощью пальца это делал. Ну потом я расскажу, потому что я как-то рассказывал уже в одном из роликов. Итак, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok